Тема привлечения клиентов, пошаговая инструкция, технология, как это сделать на потоке, как сделать это грамотно, и чтобы они были, они приходили, есть клиент, чудо, нет клиента, очень жаль, чтобы это действительно была отработанная технология работы, такая вот тавтология. Расскажет нам об этом наш давний друг, партнер, замечательный человек, человек, который смог систематизировать творческую дизайн-профессию, систематизировать и настроить грамотно работающий бизнес, у которого совершенно структурированное мышление, иногда я просто завидую, как можно любой творческий процесс так грамотно разложить. Дизайнер интерьеров, руководитель собственной студии дизайна, основатель онлайн-школы дизайна, из-под пера его студии вышли такие крупные проекты, как Связной, Аэрофлот, вот сейчас, нет, далеко, ну, относительно недалеко будет строиться по проекту студии новый терминал Москва-Сити. То есть те проекты, которые мы видим частенько, собственно, его студия это делала. А как делал, откуда они пришли, собственно, все эти люди, мы об этом сегодня и поговорим. Давайте поприветствуем Станислав Орехов. Всем привет, сейчас начнем. Кто дизайнер, поднимите руку, пожалуйста. О, супер, все дизайнеры. Кто поставщик? Так, один, два, остальные. Есть, отлично. Хорошо. Ну, сегодня буду про дизайнеров рассказывать, поэтому, если будет что-то полезное, конечно, послушайте, но в целом сосредоточимся на привлечении и продвижении для дизайнеров. Сейчас немножко расскажу о себе. Тот проект, который крутился сейчас, такой неоднозначный объект, который нам удалось сделать, он технически очень сложный, не для жизни, да, больше для тусовок, но, тем не менее, задача, когда ставится задача клиентам сделать что-то, мы должны исследовать. Это и есть главная задача дизайнера. Когда делать просто, тогда делать просто, когда делать сложно, навороченно, сложно, навороченно. Мы работаем в основном для частных клиентов и для коммерческих. Моя цель создать некую систему, собственно, она уже сейчас создана. Это мои цели, можно не фоткать. Мы для этого работаем и общаемся с большим количеством клиентов, подрядчиков и у нас собственная студия, которая работает множеством сотрудников на постоянной и на временной, на ударенной основе. Все это позволяет нам работать и с крупными клиентами, которых мы, конечно же, безумно очень любим, но основная наша страсть – это именно частные проекты, частные клиенты. Мы любим, ну, я лично люблю работать и общаться с людьми, которые чего-то достигли, и мне это приятно, интересно делать для них, чаще всего, частные дома и квартиры. И так получилось, что у меня достаточно и творческое, и одновременно, и системное мышление. То есть я умею все это придумывать, все это рисовать. Начинал с визуализации, потом стал дизайнером и понял, что, во-первых, надо создавать сфильнюю, то есть один в поле не воин, чтобы делать что-то качественное и действительно захватывающее. Самому невозможно быть суперспециалистом во всех областях, а все поверхностно делать мне не хотелось. Поэтому я себя чувствую в роли режиссера, который снимает интересный фильм. Он все обо всем знает, все контролирует, но при этом есть много разных сотрудников, операторов и других специалистов, которые помогают. Вот чтобы это все крутило, чтобы это все работало, это тоже такой очень творческий процесс, который, собственно, нам и мы и можем наладить, и который мы наладили. И этот процесс я рассказываю к нему не случайно, потому что именно он и зависит от этого процесса, в том числе зависит и те, какие клиенты к нам придут, и как мы с ними будем работать. И наша сегодняшняя тема именно о привлечении клиентов, она на самом деле не о клиентах и не о действиях, она о нас, как мы хотим и как мы настраиваем именно нашу работу. Ну, немножко картинок, вот этот объект, как получилось и как… Можно назад еще? Это вот визуализация, которая была нарисована полтора года назад и потом уже как мы строим. Визуализация очень прикольная тема, потому что позволяет, ну, охунуться, посмотреть, как оно будет на самом деле, и получается достаточно реально. Дальше. Пока просто покрутите картиночки. Это будут некоторые проекты, я не буду сейчас комментировать, перейду сразу к теме. Разный свет. Дальше. Оникс. Здесь много очень технических решений, которые тоже не тема сегодняшнего нашего разговора, но в целом, если вам интересно, этот проект достаточно подробно разобран у нас на сайте, на YouTube-канале, можно посмотреть. И это один из тоже замечательных способов привлечения клиентов сделать описание проекта. Этот проект уже на сегодняшний момент смотрело 35 тысяч человек и доходит до того, что прям по улице иду, незнакомые люди меня уже узнают и говорят, ну, как бы, мы видели ваш проект, интересно, хотя, ну, абсолютно не касающийся. Поэтому тоже очень важно. Кстати, на тот проект, опять по привлечению клиентов, на тот проект мы взяли вот этот, то есть даже когда он был еще просто нарисован, выложив информацию в сеть, получив большое количество лайков и дизлайков, кому-то нравится, это будет жуткий ужас, но, тем не менее, собаки лают, карван идет. Ну, так вот, на тот проект уже пришли еще два клиента, и мы уже сделали для них проект, и теперь ведем следующую часть, уже реализуем вот этот проект. Поэтому такая вот волна, она закручивается, в принципе, правило делать хорошо дело, это отлично, ну, и вроде как тебе узнают, но это недостаточно, делай хорошо дело и рассказывай о нем, интересно, и тогда тебе узнают, вот это больше работает. Это простые проекты, тут, в принципе, даже комментировать особо нечего, такие даже вот студенты делают, проблем нет. Какие-то, дальше. Ну, это вот просто, чтобы вы представляли, что проекты совершенно разные, главное, что система работы и система привлечения клиентов, определенный уровень заставляет приходить клиентов и, собственно, заказывать проекты. Давайте, наверное, включим теперь нашу сегодняшнюю тему. Да, это вот общественное. Общественное не очень любимое, потому что там хаотично все получается, а мы все-таки стараемся системно работать и строить, ну, и компанию, чтобы она удовлетворила моим желаниям, у меня желание, чтобы не круглосуточно работать, как было раньше, а по выходным, без отпуска, а чтобы, наоборот, люди приходили и работали по нашим правилам. Это можно добиться, в общем, можно все, что угодно. Можно загадать ту студию или ту работу, которая у нас будет организована, какую мы хотим, а дальше податься дело, подстроить систему. Причем все, что самое интересное, нет какого-то правильного одного способа. Ни создание студии, ни привлечения клиентов, ни работы. Вот реально можно все. Главное – копнуть в себя, понять, что тебе нравится. Почему это важно? Потому что все, что мы делаем, оно в любом случае, оно идет из нас изнутри. И если мы будем делать то, что нам нравится, это будет работать в любом случае, и мы будем создавать некие действия. Если мы гонимся за какими-то тенденциями, которые нас особо не касаются, то мы будем очень сильно утопляться, и, к сожалению, ничему хорошему это не приведет. Так, будем встать, чтобы в глаз не попадало. А что, пожалуйста, совсем не читабельно? А это для меня? Ну, я сейчас расскажу все, да. Можно поближе сделать активный действий. Давайте вот концептуально. Значит, поднимите, пожалуйста, руку, у кого стоит задача привлечения клиентов, кому актуальна тема. Ага, у кого клиентов уже больше, чем достаточно. Ну, то есть есть этакие? Есть, отлично. Всегда есть и первые, и вторые. Здесь я всегда говорю о том, что когда клиентов много, это тоже некая проблема, потому что тогда нужно сразу же строить структуру, строить, создавать студию, потому что сейчас уже сильно теряется. Но сейчас не об этом сегодня собрались для того, чтобы определить, как, как, какими способами привлечь самых лучших клиентов. Давайте сейчас об этом поговорим. Мне удалось на протяжении 10 лет выявить, я очень много проводил исследования, я вообще очень затошный, замороченный человек. Иногда это мешает, но вот прям я не могу по поверхности работать. Тем не менее, иногда это и помогает. И помогает это в том, что в голове наступает порядок, и ты понимаешь, как оно вообще все в целом работает. И сегодня я как раз хочу рассказать вам, как все это в целом работает, и, возможно, вы примените эти вещи для себя. Итак, мы выявили всего 4 разные концепции привлечения клиентов. Привлечение клиентов 1 – это активные действия. Привлечение клиентов 2 – через экспертность. Привлечение клиентов 3 – через известность и 4 – через пользу. Все эти концепции идут по нарастанию. То есть много действий в первой части, быстрые результаты и мало действий, но они основательные и долгие очень результаты. Буквально могут быть через несколько лет, чтобы получить результаты, но они зато феноменальные будут. То есть если там мы работаем, мы быстренько сгораем, быстро получаем клиентов, то здесь это работа на будущее, на очень длинное плечо, даже, может быть, и когда нас не станет. То есть такая вот глобальная вещь. И, соответственно, экспертность и известность – это что-то посредине. Сейчас об этом поговорим. И способы. Я думаю, сейчас мы применим, все это дело сможем, да? И там будет, ну, видно, что будет читать. Способы – это все способы, которые вы знаете, наверное, сами, да? Это… Какие способы привлечения бывают? Бывают через интернет, через пассивные, активные способы, через выставки, YouTube-канал, Instagram, ну и так далее. То есть это именно способы, это каналы, да? Но перед тем, как по этим каналам что-то делать, нужно сформировать некие концепции. Во-первых, какое мы идем, что мы доносим людям, что мы из себя представляем, и что мы вообще несем в рынок, что мы несем миру. И после этого мы сможем запускать все способы. А способы работают все. Нет правильного, неправильного. Все, что нравится, то и работаем. Про способы поговорим чуть позже. Давайте про активные действия поговорим теперь. Можно? Вместе. Что такое активные способы? Это активные действия. Вот самое ключевое здесь, что мы идем к клиенту до его запроса. То есть клиент еще даже не знает, мы уже начинаем его настигать различными способами. Это могут быть переговоры, встречи, консультации бесплатные, директ реклама, лендинг можем сделать. Любые действия, которыми мы пытаемся охватить клиента. Это замечательные способы, они работают. Единственный вниз в них минус, но не единственный. Давайте минусы перечислим. Плюс то, что это работает, и можно получить клиентов сразу, в принципе, по нескольким картинкам. Если заниматься. Минус. Да, это стоит денег, это стоит труда. Любая реклама на выставке в интернете, где бы это ни было, стоит денег. То есть надо будет готовым быть платить. Дальше. Это требует создания хорошего, качественного контентного материала. То есть умно и качественно написать свое предложение точно попав в цель. Это сложно. То есть это отдельная история для маркетологов. Что у дизайнеров, кстати, не всегда есть. То есть будет хорошо работать, если у вас есть партнер, ну если вы дизайнер, да, а не маркетолог, и который занимается этой темой. Тогда может что-то сложиться. Ну, либо если вы дизайнер, у вас есть задатки, в том числе маркетолога, который сможет это сделать. Собственно, нужно создать продукт некий, рекламный, будь то визитка, буклет, лендинг, реклама в фейсбуке, где угодно. Отфильтровать, поставить аудиторию, затюминговать ее, правильно выбрать, положить туда некий бюджет и начать получать клиента. Но это не все. Это вот первый минус. Дальше. Как только клиенты начнут приходить, если вы все сделали правильно, если деньги ушли не впустую, начинают приходить заявки. Да, все знают, на лендинге есть всегда, ставьте контакты, хотя это уже всех бесит. У меня лично, я никогда в жизни не оставлю контакт, потому что, ну я не хочу, чтобы назвать какие-то тупые менеджеры по продажам. Вот. Я хочу, если мне нужно, я как клиент буду искать сам. Но это я. Есть у них другое количество клиентов, которые с удовольствием оставляют. Это точно работает. Так вот, из 100 клиентов, которые вы получите заявки, нужно будет дальше с ними работать. Из них нормальных, вот из этого всего, будет 1-2, например, из 100. То есть конверсия достаточно низкая. И здесь нам нужно еще один отдел, отдел продаж, да, который будет прозванивать и вытаскивать нормальных, актуальных людей от просто тех, которые, вот, я не знал, я думал, это бесплатно. И оставил заявку. Собственно, если это наладить и это будет получаться, то это замечательный способ. Но, опять же, минуса 2, как я самое главное сказал. Первое, это то, что надо сделать хорошее предложение. Второе, три минуса, да. Второе, деньги надо положить, это истрати. Третье, дальше фильтровать людей. И за все это придется платить. То есть реально каждому человеку, наркетологу, значит, площадкам и дальше за фильтр людей. Потом еще плюс встречи, и если повезет, то все будет окей. Но способ самый простой, самый понятный, самый системный, скажем так, самый предсказуемый. Вот этот способ точно работает. Но мне он не нравится еще и тем, что он заставляет постоянно работать. Как только перестаешь вкладывать деньги в рекламу, как только перестаешь сам этим заниматься, очень плодотворно сразу же он перестает работать. Поэтому я больше склоняюсь к следующим способам. И, собственно, я вот лично никогда этим способом не продвигался. Вообще никогда. У нас, к счастью, получилось так, что к нам приходили клиенты по экспертности, потом по известности, ну и сейчас, надеюсь, уже по некой пользе приходят. Но мы проводили в 2011 году курс по привлечению клиентов, и там были ребята, с которыми мы просто тестировали именно этот метод. И результаты были очень клевые, потому что они вот прям за месяц во время создания всех этих материалов и продвижений зарабатывали деньги. Больше всех заработал Ербалат из Казахстана 33 тысячи долларов, ну и второе, третье место около 5-8 тысяч долларов два дизайнера, просто делая там определенные действия. При этом третий победитель, она даже дизайнером не была, Наталья Богдановича, она вот начинающая, она просто создала материал и начала продвигаться. Это, в принципе, несправедливо. Ну то есть, по идее, хороший дизайнер должен получать лучших клиентов. Но мир такой страны, что лучших клиентов именно этим способом получает тот, кто больше дергается. В общем, по этому способу есть какие-то вопросы? Нет? Отлично. Идем дальше. Более интересного. Экспертность. Экспертность – это захват тех клиентов, которые сами ищут чего-то, что им нужно. Ну вот это, наверное, захватить меня таким способом можно. Я очень замороченный, очень детальный, очень дотошный клиент, который будет реально копаться и анализировать. Если вы на лендинге напишите, мы делали 500 проектов, я проверю, где ваши 500 проектов. Там, ну, скорее всего, ни одного не будет, я закрою тут же. Если вы напишите, что там, мы выиграли, не знаю, какой-нибудь конкурс, я зайду, посмотрю, что это за конкурс, кто его организовывал, кто был участник, и почему вы выиграли. То есть я очень глубоко и детально копаюсь. И если вы действительно молодцы, то, скорее всего, выбор, если вы хорошо это и качественно описали, именно пойдет на вас. Ну, неважно, кто вы – дизайнер, поставщик, производитель. Мы же тоже постоянно ищем. То есть мы, как дизайнеры, постоянно в поисках, потому что нам нужны партнеры для реализации. Мы строителей ищем, ищем подрядчиков, кто привезет нам мебель, ну и все остальное. То есть мы постоянно этим занимаемся. И смысл здесь в том, что очень мало кто умеет нормально себя описать. Это тоже очень большая проблема. Она есть и у дизайнеров, и у производителей, и у поставщиков. Каждый считает толком написать, как он долго учился, какой он молодец, сколько он конкурсов выиграл, опять же. А надо писать здесь о пользе. Пользе, которую мы принесем клиенту и доказательство. Как мы вот это доказываем, что это так. Здесь работают, опять же, некие статьи, узкая ниша. Обязательно нужно выбрать что-то конкретное. Потому что нам говорят, что мы молодцы, мы можем делать все. Нас в институте научили или на курсе. Мы вот можем и частный интерьер, и общественный делать. Но клиенту-то не это нужно. Если я клиент для частного интерьера, себе ищу натуральные материалы, мне все равно, что вы там заводите еще, как поставщик, еще большое количество дополнительных материалов, или можете там продавать мне весь дом. Я хочу узкоспециализированных специалистов. Точно так же, когда и клиент выбирает дизайнера, он тоже хочет именно этот стиль, именно эту картинку, чаще всего люди приходят именно тупо на картинку. Они вообще не смотрят, не разбираются в деталях. Доходят до смешного. Я не знаю, может быть, у вас тоже такое было, но ко мне часто приходят клиенты с вырезками из журнала. Бывает у вас такое? Приходят и говорят, вот мне нравится, как здесь сделано. Так и хочешь задать вопрос. Зачем ты ко мне пришел? Иди вот к этому специалисту, который это сделал. Нет, люди почему-то не идут. Не идут. А идут к тем, кому им кажется, они хотят доверить, кому они доверяют. Поэтому здесь вот корреляцию кто-то сделал, и что у них закажут, это не работает. Работают другие вещи. Поэтому здесь мы, соответственно, можем показать, рассказать, как мы работаем. Показать, сделать описание свое хорошее. Получить некий статус эксперта. Что такое эксперт, да? Тоже понимать, чем отличается обычный дизайнер на дизайнер эксперта. Эксперт, в основном, он в том числе и рассказывает, да, что он делает, и почему он это делает. Не просто сделал что-то, но и внятно умеет объяснить, как он решал задачи, какие были проблемы. Он не боится каких-то проблем, каких-то ситуаций, что вот было плохо, и никогда себя излишне не нахваливает. Он трезво оценивает свои плюсы, он знает, какое у него ключевое преимущество, он знает свои минусы и не боится о них сказать. То есть такой вот живой человек, который, в принципе, устоялся, все ясно понимает и знает, где он был, он большой молодец, где не очень, и не боится об этом рассказать, показать клиенту. Клиенты, опять же, не все, да, здесь мы говорим о замороченных клиентах, надо понимать, которые сами ищут. Но это хорошие клиенты. То есть если я вижу какое-то качественное описание, где мне изящно и здорово продают, я прям буду звонить и буду вот настаивать, чтобы именно этот человек делал. Чаще всего там, на том конце, с отделом продаж и вообще с продажей услугой тоже очень все печально. То есть буквально приходится уговаривать, ну пожалуйста, сделай. То есть я уже хочу, я выбрал, и приходится иногда даже вот там в очередь вставать, да, но я хочу именно, чтобы с этим человеком работать. Это уже желание эмоциональное, которое зарождается у клиента. И наша задача, если мы по этому способу идем, именно зародить в клиенте жгучее желание, что именно мы выполняем именно проект для него, именно мы будем лучшим специалистом, который это сделает. Для этого узкое нешивание работает как нельзя лучше. Он должен поверить, что мы уже это делали и что у нас это получится. Что здесь работает, да, опять же, инструменты? Статьи. То есть пишем статьи, помещаем в различные издания в интернет. Здесь наша задача засеять в себя свои информации как можно больше мест. Эта информация, она не стирается в интернете, и, соответственно, ранжируется наше имя, наш сайт. И постоянно, когда человек пишет, допустим, коттедж на новой ринге 300 метров современный стиль или кухня, глубая в современном стиле, он попадает чаще всего на статью человек, который именно про это написал. Если обширно писать, соответственно, очень сложно будет именно найти. Поэтому, опять же, эксперт не может быть во всем. Эксперт в чем-то одном чаще всего бывает. Хотя в жизни это внутри вас это может быть не так. Так же, как и я знаю много чего обо всем, но все знают меня, как свет представляет, что это системная стиль дизайн. Вот это наше ключевое, вроде как. Хотя я могу там и про светодизайн, и про авторский надзор, и про что угодно, и про творчество, и про вдохновение. Но вот так вот уж повелось. Ответы на форумах отлично работают, причем не на профессиональных, а на форумах, где на любых, на разных всякие ответы тоже пишем, подписываемся. Причем не рекламируем себя, а подписываем именно... Ну, внизу всегда можно написать, кто такой в подписи. Тоже хорошо работает, потому что люди видят, задают вопрос, какой-то видят ответ, внятный, грамотный. И им становится интересно, кто ответ этот дал, и они уже идут на сайт. Также работают какие-то энциклопедии, мы сейчас собираемся делать. В принципе, уже делаем, ну, наполняем, то есть ответы на все вопросы. Так получилось, что я общался с большим количеством дизайнеров и проектировщиков, а также с клиентами и с производителями, с поставщиками. И всего там где-то, наверное, 500 вопросов, которые бывают... которые помогают найти взаимопонимание. Просто на эти вопросы мы сделаем некий каталог ответов, соответственно, разместя их на некую общественную площадку и поставив везде ответ от себя, мы получаем тот трафик, который нужен. Дальше, естественно, включаются другие инструменты, которые нужно использовать. То есть человек попадает к нам на сайт, и дальше, естественно, мы его ретаргетингом идем с ним, работаем в Facebook, ВКонтакте, через Google и Яндекс. Это, естественно, все технические вещи, я о них сейчас даже не говорю, сейчас мы только про концепцию. Но это тоже, естественно, должно быть, чтобы начинать преследоваться эти объявления. Таким образом, это все продвигается. По второму способу есть вопросы? Все, понятно, отлично. Идем дальше. Третий способ, еще более увлекательная, интересная игра. Третий способ привлечения клиентов работает... Давайте еще раз, первый и второй. Первый работает... Не надо, я их просто озвучу. Первый работает на абсолютно большую широкую аудиторию, второй работает на замороченных клиентах. Их мало в жизни, их, наверное, 5% из всех, но они есть. И их можно захватить, они будут самые лучшие клиенты. Я забыл привести пример, но вот самый-самый характерный пример. У меня на сайте, мы в мастер-лубе ведем обучение, я разбираю там некоторые планировки. И меня пригласил клиент и говорит, сделайте мне, пожалуйста, планировку. У меня дизайнер плохую сделал, посмотрите и сделайте мне хорошую. Я посмотрел, сделал и записал именно, как я это делал на видео. Положил ребятам как бы в обучающий материал. И потом думаю, да, дайте ему выложить в интернет еще в YouTube. Сейчас это и есть, квартира 250 метров. Вот этот YouTube-ролик увидел клиент. Причем, откуда я знаю, что он замороченный? Потому что там просто я поставил планировку и потихонечку стал объяснять, что к чему. Ролик идет, наверное, минут 20. То есть он истратил время, он посмотрел, он заморочился. И потом уже звонит, говорит, я вот посмотрел ваш разбор, мне сам-то говорит, я понял, что вот именно вас надо заказывать. И я говорю, цену сказал, у меня цена, ну, не самая дешевая, хотя не самая дорогая. Но он говорит, да, я могу купить это, он из Киева, могу купить это в три раза дешевле. У нас это спокойно делают, но я вот хочу все равно с вами. Понятно, что цена вопроса там не сильно играет роль, потому что вообще стоимость дизайн-проекта, она ничтожно мала по сравнению с теми затратами, которые клиент предстоят, когда он будет реализовывать. И здесь, конечно, обжечься, ошибиться очень тяжело. Но таких клиентов, которые реально заморочились и посмотрели это видео, не так много, но именно они являются теми целевыми, на которых это видео я рассчитывал. То есть мне записать это видео заняло 20 минут, а клиентов как бы он приносит. Соответственно, делая этот проект, я опять же его описываю, как он делается, и опять же выкладываю. Другой клиент посмотрит, или потенциальный клиент, и закажет. Поэтому нам нужны на самом деле все способы, ну, идеально, да, но не всеми мы сами сразу же можем заниматься. Но по мере роста студии, по мере создания, ну, неких людей, которые нам помогают, нам так или иначе можно добавлять потихонечку все остальное. Поэтому, ну, вот экспертный способ мы всегда используем, уже нашими картинками, нашими статьями, нашей информацией засеять весь интернет. Ну, насколько мы могли засеять. Конечно, нужно еще лучше это делать, но уже работает. И третий способ – это известность. Если предыдущий у нас работает на тех людей, которые сами ищут, то здесь, в принципе, тоже на тех, которые сами ищут, но тех, кто не хочет разбираться в деталях. То есть предыдущие разбираются, сами смотрят видео, здесь они не хотят разбираться. Люди, когда, ну, в принципе, это такое поведение людей, описанное психологами или выявленное ими, я это не изучаю, ну, как бы не придумываю, я это использую. Люди, когда у них нет желания копаться во всем, они следуют рекомендациям. Да, рекомендациям других людей, советам, сарафанное радио, почему отлично работает, вы все прекрасно знаете. То есть почему… Сарафанное радио, кстати, ужасный инструмент, хороший. Почему мы применяем совет друга? Потому что мы сами не хотим тратить свои силы, силы своего мозга на анализ. То есть не факт, что услуга, которая была оказана нашему другу, она будет также оказана и нам. Не факт, что труп у нас, которым мы попросили совета, действительно он такой же замороченный, как и мы. То есть ему было нормально, да, ну, вот, хороший специалист. А нам, может быть, не понравится, потому что у нас представления о норме могут быть разные. Ну, понятно, что если у нас, ну, друзья примерно нашего и уровня отношения к жизни, то есть дизайнер дизайнеру не посоветует, наверное, плохого. А вот там дизайнер из какой-то… И кто-то, если из другой профессии будет, то там могут быть несоответствия. Как мы с вами, конечно, понимаем, дизайнер бывает тоже очень разный, да, бывает качественный, а бывает совсем колхозный. Что-то делают, да, и им нормально, им нравится. Вот зато нас все устроило в общении, да. Ну, не беда, что тут там плинтус отваливается и стык неправильно сделан, что люди смеются. Но зато вот дизайнер хороший, добрая девушка. Вот. И ее буду дальше советовать, что самое удивительное, хоть сделано все с ошибками. Поэтому будьте здесь крайне внимательны. Никогда, я рекомендую, никогда не сами не попадайте на эту лодочку, не следуйте просто тупо советам. Всегда проверяйте, будьте замороченным. Это очень важно. Но люди этого не хотят, вот что могу сказать. Откуда я это знаю? Я в дизайн попал достаточно случайно. Я делал визуализацию, да, казалось бы. Визуализация – это картинка, то, что я придумал, но не факт, что я это сделаю. Да, ну, в принципе, я даже и не знал, как это делать, на самом деле. Мой первый проект пришел именно по визуализации, клиент пришел и говорит, вы красиво еще рисуете вот эти картиночки, да, и, пожалуйста, сделайте мне. Я говорю, я не дизайнер, я как бы нарисовать могу по чертежам, а реализовать нет. Но мне повезло, потому что клиент сам, у него был опыт, он понял, что он сможет вместе с моими идеями, с моими мыслями по визуализации это все реализовать. Собственно, так вот мы на практике и пошли делать первый проект. Здесь повезло попасть под крыло опытного человека, да, это очень клево, очень полезно. Плюс я работал в архитектурной студии, и у нас были архитекты, которые тоже мне помогали. Ну, то есть, в принципе, так сошлось. Но в жизни, да, если бы я, ну, в принципе, об этом и не думал, или не заморачивался, я бы просто вывесил картинки и сказал бы, я дизайнер, да, вот я что-то нарисовал, я делаю дизайн. Вот, и люди, соответственно, приходят, видят картиночки и заказывают именно по картинкам, хотя надо смотреть на фотки. Но до сих пор ко мне приходят люди и просят сделать не по фоточкам, а именно по 3D-визуализации. Ну, то есть, очень удивительно. Хотя, казалось бы, надо проанализировать и понять, что действительно человек делает, а что нет. Люди не хотят этим заниматься, они думают, что если мы нарисовали, то мы уже молодцы. И они влюбляются в некую картинку, которую видят и думают, что очень поверхность, да, что эта картинка ему подойдет. Дальше эти же люди, они смотрят на статус, да. Почему участие? Публикации в журналах, участие в каких-то передачах, участие в телеэфирах, в радиоэфирах, выступлениях, да. Я сейчас условно сделаю фотку, да, я рассказываю чего-то, какой-то дизайнер что-то рассказываю. Куча народу сидит, наверное, не пойму несет, наверное, молодец. Здесь вывешиваю на сайт разные доказательства, которые социальные могут быть. И клиенты, которые не хотят разбираться, они видят нормальную картинку, вон кучу народу сидит, кто-то еще, может быть, посоветует, спросят. И, в принципе, они не анализируют, примут решение, что давайте, ладно, у меня вот времени нет, анализируют три дня сидеть в интернете, копаться это все. Мне нужно решение принять за 30. Вот таких людей много, вот реально много. Их столько же, как и у первых. Очень много. 95 процентов. Вот этих пять. Но эти целевые, точные клиенты, которые пришли именно за нами, за нашим опытом, а эти все остальные. Поэтому, хоть эта штука известность, она и такая на грани, как я говорю всегда. То есть на грани того, что мы хотим, или того, что люди нашего представления. Но это театр такой, который, в принципе, работает. Здесь очень важно, конечно, быть честным с собой и себя не обманывать. Ну, то есть не надо... Это хорошо работает, все эти способы. Когда мы понимаем, что для нас это некая игра. И вот то, что я рассказал, мы это понимаем, принимаем. То есть не верим в свою какую-то исключительность. В свой пиар не верим. Это начало конца. Если ты думаешь, что ты на самом деле очень крутой и молодец. И вот гордо стоишь и рассказываешь. То есть все это на самом деле смешно, все это прикольно. Если к этому так относиться, если понимать, как люди выбирают и что мы делаем для того, чтобы они нас выбирали, что мы это простраиваем, то это весьма любопытно и интересно. Что здесь работает? Телефиры, публикации в журналах, когда мы жюри в конкурсах. Все это работает на наш статус. Если ты кого-то оцениваешь, то ты уже молодец, выше или как минимум на уровне оценщиков. Все это нужно описывать, рассказывать, показывать, на сайт вывешивать. Когда у вас есть свое мнение по любому вопросу, когда у вас есть личная история или некий бренд, как вот у вас получилось, это все людям интересно. Статус востребованности, философия, идеология, авторская методика. Это три тоже ключевых таких вещи, которые нужно выработать, чтобы эта штука работала. Что такое философия? Это то, как мы, для чего мы работаем, для людей. Не что мы для себя хотим, а что мы хотим людям, да, привнести в мир. К примеру, у нас это создание, то есть у меня в голове есть весь системный процесс по созданию дизайн-проекта и налаживанию отношений между всеми людьми. И я знаю, как это системно можно передать и внедрить в любую компанию, да, чтобы люди не теряли деньги, чтобы сотрудники, которые выпускались в вузах, они сразу же могли устроиться на работу на отметленную должность. Для этого мы делаем некий стандарт профессии. Сейчас в Министерстве труда наша студия делает стандарт профессии, который позволит вот этой части реализоваться уже физически, вживую. Будут некие инструменты, которые возьмут вузы и будут уже обучать так, как нужно. Сейчас вот мы с дизайнерским сообществом это делаем. Идеология – это как мы это делаем, собственно, инструменты. Все хотят, ну, или могут хотеть изменить мир к лучшему, да, вот эту структуру, но у каждого могут быть разные подходы. К примеру, у меня это системный подход, что я считаю, что должно быть все по полочкам. А кто-то скажет, нет, дизайн – это творчество, и здесь индивидуальный подход работает, и здесь мы вот будем с каждым клиентом его типировать по типу личности, будем работать с ним индивидуально, будем подстраиваться под него. Это тоже подход, да, и первый и второй случаи, они хотят сделать там, а мир лучше, и чтобы клиенты жили в качественных апартаментах или домах, но подходы абсолютно разные. Вот идеологиями можно, ну, спорить и воевать, собственно, и то, и то правильно, и на ту, и на ту будут находиться именно те клиенты, которые нам нужны. Да, мне не нужна эмоциональная дама, которая будет истерить по поводу цвета ковра, ну, то есть совсем не нужна, а кому-то это кайф, а мне нужен, допустим, бизнесмен, который работает для принятия решений категориями, ну, там, прибыли, цена, сроки, качества, с кем я могу разговаривать на одном языке. Именно это притягивает, именно это, когда мы транслируем и привлекает к нам вот те клиенты, которые нам нужны, неважно, какими способами, кто хочет разбираться, не хочет, и, ну, либо по активным продажам. И авторская методика это некие такие маленькие вещи, сейчас я не успею показать, если кому-то будет интересно, но детально это все будет проходить, у нас будет 10 апреля BigBlog на дизайн-конференции, поэтому приходите, там целый день будем это разбирать. Но в целом, авторская методика это некие понятные человеку ясные конкретные вещи, стратегии, которые можно взять и применить. Вот, к примеру, там у нас есть треугольник топ-дизайнер, как дизайнер продвигаться, или треугольник, как выбрать именно какая у вас будет студия, личная или системная, деньги, отношения, репутация. Ну, как бы некие такие вещи, которые позволяют показать, что мы придумываем какие-то некие свои технологии. Также и в дизайне. У нас есть, допустим, в дизайн интерьера, когда мы общаемся с клиентами, у нас есть правило. Допустим, мы не показываем несколько вариантов, и мы объясняем клиенту, почему мы не показываем несколько вариантов. Мы, у нас есть четырехшаговая методика согласования, четыре шага, чтобы согласовать проект. И тоже, мы можем ее рассказать, объяснить, показать на пальцах. У нас есть согласование по методу 3Х, да, инструктив, красота, комфорт. И мы тоже это показываем. Каждую деталь мы разбираем именно таким способом и используем их и для создания проектов, и для презентации, и для защиты. Собственно, вот эти все вещи, они складывают некую картину для клиента в том, что мы не просто так, у нас вот что-то есть более глобальное и, соответственно, доверяем. Четвертый способ. Есть вопросы по этому теме? Нет? Способ? Давай, четвертый способ. Четвертый способ достаточно сложный, тяжелый, он еще у нас до конца не сформировался, но в целом мы видим некие результаты. Как он работает? Здесь работают рекомендации чужих людей, то есть те люди, которые не являются нашими клиентами. Они не смотрят на известность, они не смотрят на какие-то региалии, на какие-то фотки и еще какие-то вещи. Они смотрят и чувствуют какие-то свои собственные ощущения, некую пользу. То есть вот фигню говорит или нормальный человек. То есть какие-то внутренние такие инициативы. И эти люди, если они получают пользу, и это на самом деле на эту тему сейчас у нас сегодня наш мастер-класс, наш материал. То есть я думаю, что большинству из вас что-то из того, что я рассказывал, будет как-то полезно либо сейчас, либо через некоторое время. И может быть кто-то из вас вспомнит, может быть кто-то из вас зайдет на наш сайт, посмотрит. Самое главное, что может быть кто-то из вас посоветует нас кому-то еще, просто потому, что нормальный человек что-то какие-то нормальные вещи, вроде как говорит. И это уже многократно, потому что каждый из вас, кому-то интересно, советует нас большому количеству людей, а они соответственно еще большому количеству. Здесь мне не нужно делать никаких действий. В принципе я сделал что-то один раз, некую систему, некую понятную, интересную штуку, которая помогает как-то людям. И она сама распространяется. То есть это такая вирусная штука. Поэтому, что здесь работает? Еще раз, самая главная рекомендация чужих людей, которые не являются нашими клиентами. Да, вот в целом нам не сильно важно будет у нас заказывать дизайн. Скорее всего, вы все дизайнеры, какой вы дизайн у нас закажете? Конечно нет. Но, когда, допустим, у меня таких случаев тоже были, когда наши же выпускники, ну, они не решают собрать большой проект, ну, какой-то, да, просто говорят, мы не потянем. И советуют нас своим друзьям, коллегам, вернее, не друзьям, коллегам, а своим клиентам потенциальным, просто потому, что они не могут взяться, они загружены. И таких случаев много было, и это тоже здорово. Поэтому, если даже вы будете, не важно кому, тут смысл в том, что не важно, какую аудиторию мы доносим пользу, несем. Чем больше мы пользуемся миру, тем лучше. Да, и это не какая-то там вселенская неведомая штука, а вот это конкретный пример, и я сейчас объяснил механизм, как это работает. Мы это стараемся использовать, у нас это получается. Все это нужно для того, что, мне вообще это нравится, да, то есть мне нравится систематизировать и внедрять это в нашу компанию, в нашу студию. Все, что я рассказал, это не просто какая-то штука там из книг. Я, в принципе, в это сильно не верю, я вот использую все у себя, и потом уже могу вам сказать, это работает, а это нет. Опять же, не верьте мне на слово, вот у нас это так, у кого-то может быть не так, у кого-то может быть по-другому. Но вот факты таковы, что у нас все именно это работает. Так, что здесь? Здесь уже более крутые штуки, допустим, книга некая, понятно, что надо полгода или год посвятить своей жизни, да, для того, чтобы написать, издать, потом продать, это прям целый процесс, целая история. Курсы, ну вот у нас, у нас получилось так, что школа обучения родилась именно в студии дизайна, потому что нам потребовались специалисты, нам не хватало именно для дизайна, именно людей, которые работают по нашей технологии, да, то есть на рынке в целом много, да, дизайнеров, новичков, выпускников, с которыми можно работать, но, как правило, они сильны, нет такого, что в чем-то они сильны, особенно новички, да, они все обо всем знают, и вот с открытыми глазами бегают, а в целом ничего конкретного сделать не могут. Мне же нужен четкий визуализатор, да, мне нужно сделать визуализацию по стандарту качества в заданный срок за три дня. Вот кто это сделал? Попробуй найди специалиста. Набираешь в интернете, попадаешь на эти бестолковые лендинги, где тебе обещают стейкороба, а потом не перезванивают. Ну, то есть жуткая история. Нам пришлось учить самостоятельно людей для того, чтобы они делали нам проекты. И сейчас вот те проекты, которые я вам показывал, вот все, в самом начале, это все сделано нашими же сотрудниками, которые были нашими учениками. То есть лучшие сотрудники, они были нашими учениками и с нами работают. Очень прикольно получается. Потом мы пошли дальше, мы сделали, как делать планировки, как делать авторский надзор, как делать сам дизайн, как придумать это все. И теперь у нас комплексная система, и сейчас у нас работают ведущие дизайнеры, которые уже прошли этот годовой курс и пришли к нам на практику и так и остались. И они уже сами ведут проект. Я их полностью доверяю и даю систему и пульт управления, да, получается. Это очень здорово. И для меня, потому что со мной работают люди по моей технологии, и для них, потому что они получают практику и поддержку. Если что-то не получается, я им сразу же помогаю. И еще для них это интересно, что они не какие-то подмастерья, а они настоящие действующие руководители, хотя может быть молодой специалист. Вот мне кажется, это интересно, правильно, и когда мы это транслируем, людям это тоже нравится, и они поэтому приходят к нам и советуют нас кому-то еще. Ну, собственно, здесь в чем смысл основной? Бесплатно и массово. Мы несем свою идеологию, философию, масса, и именно это работает. И если мы делаем какие-то вещи, которые меняют жизнь человека, это правильное направление. То есть ко мне очень часто подходят на разных мастер-классах, я в разных городах бываю, и говорят, вот вы меня не знаете, но я смотрел там видео, смотрела, и вот мы вот внедряем, и у нас очень-очень там бурный рост пошел, или клиентов удалось получить, или сотрудников найти. В общем, очень здорово. И это то, что зажигает, то, что заставляет как-то двигаться. И советую, соответственно, из благодарности вот такая технология. Так, ну и в завершение давайте самое-самое такое, с чего все начинают обычно вступление, да, берите Инстаграм, что-то постите. Что вы там будете постить? Чтобы понять, что постите и как, надо понять вот это все, выбрать для себя стратегию, и потом идти. То же самое в Фейсбуке, в Ютубе. То есть, для того, чтобы вот эти способы работали, нужно глобально проработать все остальное. Я вам 200 способов назову из любой маркетинговой книжки, да, или даже называть не буду, просто скажу, скачайте там 100 способов. Какой будет работать у вас? Все будут. Нет правильного или неправильного способа. И все будут, если все остальное сделано правильно, если вы выбрали правильную стратегию. Поэтому я оставил напоследок, да, никогда с этого начинать не нужно. Если ты пойдешь на выставку готовлю, она у тебя сгорит, ты заплатишь полденьника или 100 тысяч и не соберешь клиентов. Потому что надо знать, как работать на выставке. Для чего вообще выставка? И чтобы раздать как можно больше визиток, чтобы собрать контактов. Потом отдел продаж начинает работать. Соответственно, должен быть отдел продаж. Очень много нюансов, да? То есть, просто так смысла нет идти. Ну вот, примерно так. Так, время, да, у нас? Вопросы есть? Давайте вопросы? Да, давайте. Спасибо. Я вас не вижу. Ну, так я вас не догоню. Давайте идите ко мне сюда, пробирайтесь. К вам я не проберусь. А у кого-то поближе пока нет вопросов? Пока девушка к нам пробирается. Молодой человек, посланец. О, посланник. Гонец. Гонец, да. Давайте микрофон. У меня вопрос. Привет. Вот вы про систему рассказали, все здорово, за год там и так далее, а вы таким образом посредственности не плодите? Посредственности? Да, да, да. Ну, смотрите, они в любом случае плодятся. То есть, что я могу сделать? Я никак не могу повлиять на отношение человека к качеству, да? Так как и не могу переменить всех клиентов. Естественно, я хочу, чтобы все заказывали качественный продукт. Естественно, я хочу, чтобы делали работу люди качественные. Но здесь рынок сам расставляет все на своих местах. То есть, если ты будешь фигню делать и будешь ее масштабировать, будешь создавать систему, тебя все равно заказывать не будут, а ты задохнешься, потому что денег нет. То есть, тут все, что я рассказывал, работает естественно, когда у нас продукт качественный. По-другому никак. Поэтому, сколько ты, ну, не создавай, не запускай, если, ну, по аналогу с автомобилем, да, если у тебя маленький очень объем двигателя, да, то ты в горку все равно не въедешь никак, сколько ты ее там не систематизируешь, не затачиваешь. Поэтому у меня этот вопрос сильно не переживаю. я за него не переживаю. Хорошо. Спасибо. Да. У нас передача открытый микрофон. Все подходят ко мне, задают вопросы. Ну, на самом деле, конкретного вопроса нет. Решила сразу воспользоваться, посветить лицом. Надеюсь, фотографирую, упаду куда-нибудь. Давайте я сразу совет, как светить лицом. Я такая-то дизайнер. Как зовут? Меня зовут Зайцева Оксана. Я занимаюсь дизайном частных интерьеров. В чем специализируетесь? Больше я... Это квартира пока. Дома были раньше. Дом раньше. Это уже далеко. Но был вынужденный перерыв. Это тоже никому не интересно. Да. В общем, я больше визуализатор, но больше художник. Супер. А вопрос ваш? Посветить лицом. Ну, понятно. Как долго, в принципе, нужно вот этим вот всем заниматься, чтобы клиент стал сам приходить? Вот насколько вот это... Смотрите, это зависит от интенсивности, сколько вы времени можете посвящать. В целом, за месяц в одиночку, если вы больше ничем другим не занимаетесь, можно стать видимым экспертом. За месяц можно примерно по третьей части продвинуться. Но дальше вам нужны будут инструменты в виде пиар-менеджеров, которые будут вас запихивать на телеэфиры, фоткать, где вы... приглашать на какие-то мероприятия, где вы можете с какими знаменитостями сфоткаться и так далее. То есть, в целом, известность где-то полгода, экспертность, ну, наверное, месяц-два, активные действия где-то месяц. На это время я свою основную работу должна отодвинуть, соответственно. Мы знаем, насколько тяжек наш труд и что у нас это занимает ночи и дни и переключаться мы уже здесь не можем. Мы берем, идем в эту струю, кидаем в голову. А, но так не получится в жизни, опять же, это и в идеале, в идеальной ситуации. В жизни все немножко по-другому. То есть, вот как у нас, почему у нас курсы удаленные? Потому что невозможно притащить всех на два дня и заставить все изучить. Не получится. Изучение идет не от того, что вы что-то узнали, а в процессе сделания. Соответственно, в процессе сделания у нас, ну, как, опять же, рекомендации, как внедрять. Берете какую-то тему одну и в течение дня, допустим, слушаете лекцию на какую-то тему. В этот же день, ну, час, за час лекцию слушаете. Дальше еще один час на проработку. Вот у вас один день. Ну, и так два, три, четыре, пять раз в неделю вы там за соответствующее время все это изучите. Если говорить по, ну, лекциям, да, то есть у нас, допустим, ну, любой вот из этих направлений это 30 часов лекций, примерно 30-50 часов еще на практике. То есть, вот, примерно 50-80 часов потребуется. Как вы их распределите? Будете 4 дня вот так вот сидеть, или будете в течение полугода, это уже ваше дело. То есть, тут каждый сам смотрит. Ну, база должна быть своя, чтобы было чем светить. Это все нарабатывается. То есть, как только вы придумываете, вам нужно, там, допустим, биография о себе, маркетинг-кит вам нужен, пресс-кит вам нужен, вам нужны фотки хорошие, да, надо сказать, бутылье, вам нужны фотки с этих самых, с этих самых, фотки с залом нужные, то есть, востребованность, ну и так далее. Вам надо собрать некие элементы, которые косвенно укажут на то, что вы молодец. И плюс, если вы действительно молодец, показать, какой вы молодец, в другом разделе, где вы будете экспертом. при этом у вас победила девушка, третье место там заняла в каком-то конкурсе, которая не совсем молодец. Да, да, этот способ самый лучший, то есть, кому деньги срочно прямо сейчас, но это не системно, вы понимаете, вы закинули и как на рынок поставили, на красное. Повезло. Ну, то есть, реально, да, повезло. Есть люди, которым везет всегда. Поэтому, ну, как бы, это не системная штука, но она работает, и, если нужны срочно деньги, то первый способ именно, антикризисный, да, еще можно так сказать, когда вот срочно сейчас. А вот это все на долгой влече. Спасибо. Еще вопросы? Друзья, коллеги, что так соседей. А у меня такой вопрос, вот, сейчас, секунду, просто в последнее время в Фейсбуке очень много поднимается, ну, скажем, архитекторами именитыми и знаменитыми информация о том, что очень много расплодилось, ну, возвращаясь к первому вопросу, да, очень много расплодилось дизайнеров, которые ведут мастер-классы, ничего из себя не представляют, и на этом зарабатывают деньги, потому что зачастую на мастер-классах, там, я не знаю, по авторскому надзору есть там мастер-классы, где-то 2 часовые. То есть им деньги платят за мастер-класс? посетители им платят деньги, да. Понятно, младшу. Причем, как бы, ну, это обсуждали действительно такие люди там, члены каких-то серьезных союзов, но я понимаю, что им, наверное, обидны просто, да, по каким-то причинам. Вот, скажи, пожалуйста, когда ты, у тебя стоит задача привлечения клиентов, да, с одной стороны, но с другой стороны и на мастер-классы этот денег тоже хочется заработать. Вот как тут разорваться и где расставлять приоритеты? Ну, естественно, можно попытаться это все как-то объединить, но здесь, опять же, аналогия. Надо одно направление, то есть надо понять задачу главную, то есть, тогда действия будут более сфокусированными. Можно попытаться и то, и то, но опять же, аналогия с автомобилем. Если ты хочешь быстро ехать, покупаешь Pirari. Если ты хочешь по грязи ездить, покупаешь, что там у нас, джип какой-нибудь, да? Если ты хочешь то и то, ну, парки не покупаешь. Ну, как бы понятно, что специализации нет. Поэтому, если задача именно денег заработать на мастер-классе, надо деньги на мастер-классе и зарабатывать, на остальное забить. Если ты хочешь денег заработать на косвенных каких-то, на известности, на статусе, на косвенном привлечении клиентов, то именно это надо делать. Более того, именно так и надо выстраивать презентацию. То есть, если бы моей задачей сейчас была продающая презентация, я бы ее совершенно по-другому строил. Сейчас я работаю по методу, как вы понимаете. Если бы я работал по третьему методу, я бы показывал, какие у нас клевые фотки, как мы круто отдыхаем, как у нас все замечательно, насколько у нас мероприятие и давайте такие же идеи, как мы. Если бы я работал по экспертному статусу, я бы сейчас показывал проект и рассказывал бы, как каждую деталь мы это делаем. Соответственно, презентации были бы совершенно разные. И они зависят от того, что мы хотим. Какая цель у нас? Еще вопрос? Один из самых лучших способов, кстати, вот, давайте, раз уж у нас идет то, что Света говорила, сейчас мы еще в конце покажем, в 7, 8, 9, 10 у нас будет дизайн-конференция большая. Мы ее делаем уже седьмой год для дизайнеров и архитекторов. Два дня приходят именитые дизайнеры и архитекторы, рассказывают о вдохновении, о творчестве, о том, как у них работает. Третий день это мой вип-блог, где мы рассказываем построим структуру, как вам именно работают. Соответственно, мы вас приглашаем, да, это одна из целей, в том числе, наше сегодняшнее выступление, рассказать, показать, немножко вот мотивировать, что вы можете копать гораздо глубже и гораздо глубоко, и посмотреть, как другие делают, и смоделировать эти вещи. Поэтому приходите, флайеры вот здесь, вот после выступления возьмете, и, я думаю, посетителям у нас будет какая-то скидка организована, это вот сейчас Света скажет. Мы это делаем для себя, собственно, это мероприятие, в том числе и для статуса, потому что мы это делаем, ну и в том числе, потому что мы хотим на самом деле изменить как-то общество и сотрудников получить хороших, да, в итоге, кто работает качественно, и дизайнеры, чтобы вокруг нас были люди, с которыми приятно говорить на одном языке, и клиенты, чтобы немножко подтягивались, чтобы фигню не заказывали, да, вот как вопрос был у молодого человека, типа вот плодиться непонятно что, чтобы клиенты были требовательными, чтобы клиенты не выбирали вот по картинкам клевым, или потому что, вот как Света говорит, дизайнер пришел, лицом посвятил и значит, что он хороший дизайнер. Нет, не значит, что он хороший дизайнер. Если он делает хорошие проекты, и они действительно качественные, тогда он хороший дизайнер. Если он подхалюнет StageС клиента, и делает все, что на любое пожелание, он не знает, что он хороший дизайнер, но его могут советовать. Хороший дизайнер, если он делает так, как нужно Так, как велит ему честь и совесть И так, что не противоречит Затконом вообще Каким-то качественным, качественной работой Тогда он хороший дизайнер Но на это никто не смотрит сейчас, к сожалению А я хочу, чтобы смотрели Для этого конференция, для этого развития Для этого вы здесь Видимо, это был последний Спасибо большое Последний Не последний Спасибо